Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Дети-сироты в Кировской области смогут получать жилье там, где заканчивают обучение. Соответствующий законопроект одобрили на прошлой неделе депутаты законодательного собрания. Ранее ребенок, оставшийся без попечения родителей, получал положенное ему жилье там, откуда был направлен в интернат. Законодательство допускало возможности изменения адреса, но лишь один раз – за год до совершеннолетия. Сейчас дети-сироты могут предоставить такое заявление и позже 18 лет – за год до окончания учебы в УЗИ или техникуме. Это поможет детям в социальной адаптации. Они смогут получить жилье там, где получали профессии и в дальнейшем хотят трудоустроиться. Дайджест недвижимости Застройщиков будут наказывать за недостоверную информацию о ходе строительства. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами Госдумы. Наказание вводится для тех структур, которые обязаны информировать граждан о ходе этапов строительства, а также о том, как на него перечисляются деньги. Если эта информация будет искажена, застройщику грозит административное наказание. Документ возлагает ответственность за срыв сроков строительства на владельцев строительных компаний. К ним относятся лица, которым принадлежит более 5% акций застройщика. Депутаты намерены наказывать и недобросовестных чиновников из контролирующих структур, которые выдают незаконченным домам разрешение на ввод в эксплуатацию. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости